Бонжорно! Спустя большой промежуток времени и долгого ожидания мы наконец-то получили второй сезон Неуязвимого. А это значит, что настала пора поговорить обо всех различиях с оригинальным комиксом, что мне удалось найти. Буду невероятно вам благодарен, если вы оцените труды Неуязвимым лайком и любым другим проявлением актива на канале. Отдельное спасибо Дане за арт для превью. И я настоятельно рекомендую посмотреть ролик про первый сезон, ибо здесь повторяться я не буду, лишь за редким исключением. Различия с комиксами отличны от манги, так как в случае них у нас синхронизация по мотивам, а не покадровая в большей части. Так что доторожно сравнивать каждую буковку нерелевантно, да и не думаю, что это сильно интересно. Многое просто во время повествования будет демонстрироваться на экране. Экшн в сезоне повысил градус жестокости и хронометраж. Диалоги по очевидным причинам переписаны. В этом всём вы можете убедиться самостоятельно, прочитав оригинал, не пожалеете. Как и в случае с первым сезоном, во втором события более структурированы по хронологии, когда как в оригинале это та ещё мешанина. Что-то происходит раньше положенного, что-то наоборот позже, и основан сезон на следующих выпусках. Оригинальная хронология же выглядит примерно так. Но начнём мы... нет, не с первой серии, а со спешла про... Что вышло летом 2023-го. Прикол является экранизацией спецвыпуска, хотя до него история Евы была кратко рассказана в 25-м выпуске. Помимо Евы имеются также и другие примеры подобных расширений. И мне почему-то кажется, что перед полноценными сезонами нас могут баловать подобным контентом. К примеру, перед третьим сезоном нас может ждать спешл про Рекса, ибо он как раз должен будет сыграть важную роль в следующем сезоне. Спецвыпуск открывается с абсолютно нового события. Предотвращение нападения Лиги Ящеров на лабораторию с защитниками Земли. В составе Лиги находятся как каноничные, так и новые придуманные для сериала. Мы видим большинство героев состава в действии, за исключением Тёмного Крыла и Ред Раша. Однако можно увидеть Зелёного Призрака. Если в первом сезоне было предположение, что этому герою просто поменяли пол, то благодаря спин-оффу и второму сезону стало известно о двух Зелёных Призраках. Второй пал от рук Амнимэна. В оригинале вторым как раз был мужчина. Далее мы видим, как доктор Брэнди Ворд везёт в машине мать Евы. У матери Евы рыжие волосы, и сериал дал ей имя – Полли. В комиксе они спокойно направляются в больницу. Правда, в сериале есть намёк, что Брэнди Ворд извлёк ребёнка из утробы. Отсутствует момент, как маленькая Ив везет в толпе доктора. В сериале его сразу отправляют под стражу. Нам показывают юность героини. Момент с помощью в химии куда детальнее и подробнее. В комиксе, по сути, это просто гэг. В комиксе есть момент, как Саманта произносит состав яблока вместо слова. А школа для одарённых детей носит имя Святого Франциска, а не Розалинд Франклин. В сериале Ив замечает доктора в классе, а не в кабинете директора. Добавлен он момент с другими экспериментами. Также сюжетная ветка с подругой Евы полностью оригинальна для сериала. Сцена с освоением способностей Евы расширена дополнительными сегментами. Платье на Рождество отличается от оригинала. Отсутствует момент на улице. Добавлена новая сцена с доктором и Евой возле её дома. В сериале Ева для своего первого костюма создаёт маску, и мы видим первый полёт героини. Одеяние грабителя отличается. Также спецвыпуск не показал, как один из способ обоссовая грабителя. После чего Ева превращает мочу в кислоту. Внешний вид доктора гораздо более потрёбанный, чем в комиксе. И диалог между персонажами отличается. Приближенный к этому появится позже. Добавлены новые сцены с матерью Евы после первого подвига. И Эриксоном в лаборатории. Однако был вырезан диалог с Дональдом в Пентагоне. Далее в комиксе Ив сражается с Килл Кэноном. Который теперь и во вселенной сериала является её первым врагом по канону. У костюма Евы другие перчатки и нет серёжек. Имеется новая сцена в Бургер Марте с Евой и доктором. Комикс, считай, говорит напрямую, что это её биологический отец. Но в сериале док нашёл мать Евы уже беременной. В мультсериале сражение с родственниками происходит на мосту. Когда, как в комиксе, битва разворачивается в здании. В сериале эксперименты сделали куда более криповее. Способности родственников немного отличаются, а битвы с ними в комиксе гораздо короче. В истории не фигурируют плащи. Броня Евы отличается от оригинала. В комиксе за Евой прилетает вертолёт. Когда, как в сериале на машинах и никакого диалога внутри не происходит. Эриксон в сериале случайно убивает мать Евы. Когда, как в комиксе, наоборот, он делает это специально на её глазах. Как и с доктором Брэнди Вортом. Ева в спецвыпуске контактирует со своей матерью. В комиксе она освобождается из наручников после смерти её отца. В комиксе она превратила оружие в змей. И куда эффектнее разбралась с противниками. В конце два новых момента. Ева обнимается своей приёмной матерью. И сцена после титров с Ноланом и маленьким Марком. Где можно увидеть сомнения Омни-Мена. К слову, в конце этого комикса имеется момент, как Омни-Мен сражается с маговыми монстрами. Название эпизода. Фраза, которую говорит Омни-Мен Бессмертному в 16-м номере. Второй сценой открывается оригинальная сцена битвы Омни-Мена, неуязвимого Бессмертного в другом измерении. Обращение к землянам проходило немного по-другому. В комиксе лифт на базу находился в коробке, как в сериале в автобусе. Также здесь в сопротивлении участвует Ева. Внешний вид робота отличается от комиксного. На тот момент нам ещё не раскрыли настоящую внешность Рудольфа. Все сражения в убежище полностью оригинальны для сериала. К слову, Омни-Мена сбавился от Бессмертного на подобие, как это сделал Марк в сериале. Энкстрема телепортирует прямо из-под носа неуязвимого. Далее мы видим оригинальную нарезку подвигов Марка под Карма Полис. Из интересного можно увидеть бандитов с логотипом Титана. Слона, магманиак с Тезер Тайронтом. Подобный тимап был в 47-м выпуске, только там имелся бэкграунд злодеев. Из сериала вырезан момент знакомства варианта Энкстрема с Цитаделью его версии. В комиксе Маулеры находились в одной камере, и Энкстрем общался с ними через портал. Охранник из первого сезона, что сразу бьёт тревогу на месте. После объяснения своего плана, Энкстрем вместе с Маулерами отправляется в основную вселенную, и уже оттуда они едут на грузовике, а они сразу трепортируются. Добавлена новая сцена в школе и закусочный бургер Марк, где Марк просится работать на Сесила. В комиксе тот сам предложил ему работу после ситуации с Амнименом. Прямиком из 42-го выпуска на экран была перенесена схватка с гигантом, однако сериал не углубляется в его происхождение. Здесь это просто монстр, который ведёт себя как ребёнок, и что на самом деле ему и является. Восьмилетний мальчик, что случайно попал в другое измерение, где его зачаровал колдун. Так он стал королём империи и в итоге вернулся обратно. В оригинале в сражении ещё участвовал Марк, тут этого не произошло. Вместо этого у нас куда больше сцен, как робот осознаёт себя в новом теле. Сериал немного по-другому обошёлся с персонажем Дональда. В комиксе он с самого начала осознавал себя как киборг. В сериале складывалось ощущение, что до инцидента с Амнименом он был человеком, однако это не так. Второй сезон держит на этом интригу, а также показывает, как Дональд осознаёт себя и принимает. Все сцены с его терзаниями и расследованием являются полностью оригинальными. Имеется новая сцена с Маулерами в Цитадели. Комикс уделяет куда больше времени их работе над проектом Энгстрома. Далее следует оригинальная сцена с Деброй и Ольгой. В оригинале Дебра после событий с Амнименом стала алкоголичкой, и сериал значительно смягчил этот момент. Вместо этого теперь Дебра по-другому пытается восстановиться после горя. Имеется множество новых моментов. В комиксе у них с Марком было огромное число взаимодействий насчёт произошедшего. В команду наконец-то присоединился пуля непробиваемой, который в комиксе был чуть ли не с самого начала. Новый диалог между Марком и Евой. В комиксе Марк находился в общаге, перед тем, как его позвал Сесил. Другие версии злодеев отличаются от тех, что были показаны в сериале. Марк больше шокирован исходом сражения. Далее идёт новая сцена в доме Грейсонов. Эмбер и Марк узнают о поступлении и момент, где бессмертно говорит, что следит за Марком. В комиксе это произошло после оправки Марка. Если в первом сезоне Дебра услышала все слова Амнимена лично, то в комиксе произошла немного другая ситуация. В записи разговора битвы отца и сына была слита сотрудникам СМИ, отчего жители стали куда лучше осведомлены в произошедшей ситуации. И это сильнее подкосило мать неуязвимого. И уже после нам демонстрируют видоизменённого Энгстрема. В комиксе поначалу он думает, что всё прошло успешно. Разговор с Маулером отличается, и на самом Маулере осталось куда больше одежды. В отличие от оригинала, перед выпускным Марк сражается с Доктором Сейсминком. В комиксе он сражался с мутантом вместе с командой плащей, которых нет в сериале. В ходе сражения он получает фингал, с которым идёт на выпускной. Второму имени Марка был удивлён Уильям, а не Эмбер. К сожалению, шутки из первого сезона и из оригинального комикса, соответственно, не получили развития. Добавлены новые моменты с Эмбер, Уильямом, Марком и Евой в её доме. Шейп с Митомом на базе НАСА и как Ева помогает жителям здания. Сразу стоит отметить, что в первой половине сезона арка Евы достаточно странная, и как будто создатели до конца не знали, что с ней делать. И если в комиксе она отошла от привычного супергеройства и занималась чем-то большим, то тут такого нет. В итоге здесь типичной супергероика. Новое выяснение отношений с её родителями и моральные страдания Евы. Вырезанный момент с разговором Дебры и юристом, у которой муж супергерой. Эти моменты, по сути, адаптированы в сериале, но с Ольгой и группой поддержки. Отсутствует контакт Бессмертного с Маулерами. После тренировки сцена с началом отношений Кейта и Бессмертного происходит по аналогии на первый сезон, как и в комиксе. Имеется новый момент Шейп с Митомом в квартире астронавта и арендодателем. Только он вдохновляется стать супергероем, в комиксе содержит больше его мыслей. В самом начале арки в Мид Найт Сити имеется момент, когда Арквинк охотится на девушку. В момент вызванного задания Марк находился на учёбе. Имеется объяснение, почему этот город выглядит так, и новый прикол от Марка. Мы видим двух бандитов, что висят тут с момента исчезновения оригинального тёмного крыла. Дизайн людей, на которых он охотился, отличается от оригинала. В комиксе они уже были мертвы. Дарквинг не использует гаджеты в драке с неуязвимым. В сериале Марк вырубил Дарквинга. В комиксе Марк потащил его на базу в сознании, и мы увидели его заключение. Далее идёт новый разговор между Сесилом и Деброй на базе. Новый момент с Эмиром и Марком в Париже, после которого идёт Арк с Атлантидой. В комиксе место разговора проходит в Пентагоне, и на нём присутствовали жители Атлантиды. Оригинальные события заключались в том, что Марк должен был жениться на королеве, и сражение проходило за сердце королевы. В итоге место Марка занял советник. В сериале этот обычай из комикса высмеяли, от него осталось лишь только название эпизода, и битва проходила за жизнь Марка. Что битва с тёмным крылом, что в Атлантиде в сериале больше демонстрирует характер Марка, и его желание доказать, что он не как его отец. Нам показывают сражение Лиги Ящеров и Защитников Земли, в котором себя проявляет Шейпсмит. В оригинале это произошло схожим образом, но только Шейпсмит, меняя облик под каждого из Стражей, лично вынес Лигу в переулке. Это был его супергеройский дебют. Эта сцена как объединение двух моментов, и больше основана на комиксном знакомстве Стражей и Шейпсмита, которые в этот момент сражались с доктором Сейсмиком, где он им также помог. Сериал не стал переносить первый комиксный костюм персонажа, и сразу адаптировал его во втором, который по канону ему сделал арт. Имеется новая сцена с Деброй, которая вернулась на работу. Здесь мы видим её коллегу Пола, который значительно преобразился в сравнение с оригиналом. Добавлены новые сцены в доме Грейсонов, Шейпсмита на базе и отправлением секвидов, а также новый момент с Энгстроном Леви в параллельной вселенной из первой серии, где Марк с отцом всё-таки потерпели поражение. Сессил и Дональд в этой вселенной женщины. Название серии фразы, с которой мы встречаем у Аленов в 23 выпуске. В мультсериале Дебра провожает своего сына в университет. В первоисточнике Марк самостоятельно и быстро перенёс свои вещи в комнату с Уильямом. Комната отличается наполнением, и имеется много новых сцен. Как Марк сбаляет свои гиг-вещей? Новая шутка про носу. Секс с Эмбер в оригинале произошёл, когда Марк расстрыл ей свою личность, и у них состоялся долгий разговор на эту тему. В сериале их диалог отличается от первоисточника, после чего нас также переключают на Алена. В эпизоде расправа Вилтрумитов над Рассе Алена показана куда подробнее. А юность Алена отличается от сериального. В частности, отличается монстр, с которым он сражался. В сериале демонстрируются защитники из других планет, а Омнион показан в своём костюме, а не в форме Вилтрумитов. Добавлена новая сцена с разговором с жителями планеты и генералом Телли, которая в комиксе таковой не являлась. На совете в комиксе присутствует куда больше пришельцев, а те, что в центре, во многом отличаются от первоисточника. И в диалоге участвуют другие особи. Имеется новый разговор между Аленом и Тадеусом. В доме Алена есть питомец. А также Теллия в комиксе куда более открытые и скучными формами. После идёт новый рофл с возвращением к Марку, а потом обратно к Алену. И интересными фактами про его питомца. Диалог в ресторане отличается. В избиении Алена участвовали безымянные Вилтрумиты. Они одни из важных по сюжету. Имеется новый разговор между Тадеусом и Теллией. Добавлена новая сцена в тренировочном зале стражей. И новый разговор между Руди и Амандой. Разговоры между ними возле кинотеатра отличаются, как и постеры с фильмами на афише. Возможно, постер с фильмом про оборотня отсылается к персонажу из вселенной неуязвимого Человеку-Волку. В комиксе именно робот продемонстрировал инициативу и попросил мужчину ему помочь. Когда как в сериале Аманды за деньги попросила женщину им помочь. Внешний вид кинотеатра и продавца отличаются, как и одежда героев. Далее у нас с того момента с Руди и Амандой в Бургер Марте. И Марком и Уильямом в комнате. Которым наведывается спиритический пёс. В комиксе это произошло в доме Марка и переходило в город. Перед этим Марк был в общаге и разговаривал с Уильямом по поводу учёбы. А позже они встретили директора школы. Внешний вид Роксанцев отличается от комиксного, как и корабля. В сериале к диалогу присоединяется Уильям и пришелец напрямую говорить про метеоры. Когда как в комиксе речь идёт про космическую угрозу без конкретики. О своём отсутствии он сообщает матери и Эмбер лично. Обстановку у Сесила в этот момент другая. Да и к этому поступку он отнесся спокойнее, нежели сериальный вариант. Путь Марка до планеты показан подробнее. В итоге он снял свою маску. Разговор по пути к монарху и сама встреча поставлены по-другому. Название эпизода фраза Омнимэна, которую тот говорит Марку. В комиксе Нолан наткнулся на планету Роксан. В итоге завоевав её из-за своего возраста. И особенностью жизни этого вида. Когда как в сериале нам показывают терзание Омнимэна. И его желание свести счёты с жизнью. Но он спасает корабль Роксанцев. После чего знакомится с их планетой. Марк закатывает истерику при встрече с отцом. Однако в первоисточнике между ними состоялся эмоциональный разговор по душам. Также Марк проверил действительно ли это его отец. Реакция на его брата была куда спокойнее. Да и взаимодействий с ним было больше в этот период. Разговор проходил не в центре, а в той же комнате. Женские особи в комиксе куда более суси. Лукан имеет другое, более пузатое телосложение в сравнении с оригинальным вариантом. Их битва ограничилась пещерой. Когда как в первоисточнике они покинули её. И именно снаружи на помощь пришёл Нолан. Добавлен новый разговор между Артом и Деброй. В комиксе до этой арки местоподобный. Но был он у Арта отличался по смыслу. Вил Трумид Тула не участвовала в битве на этой планете. И вместе с ней сражается оригинальный для сериала солдат. Разговор между Сесилом и Деброй отличается от комиксного. В сериале она отказывается от дохода Нолана и выплат Сесила. В комиксе она занимается финансовой грамотностью. А за слова Сесила прописала тому пощёчину. Здесь же мы видим как она избавляется от вещей Нолана. Вил Трумиду возящая Омни Мэна отличается от комикса. Также они помогли залечить Марку Раны. В сериале этого мало того что они сделали. Так ещё и дополнительно втащили. Был вырезан диалог между Бессмертным и Самсоном насчёт Кейт. После титров у нас идёт сцена с Маулерами. Которая отличается как визуальными деталями так и диалогом. По логике нам должны были показать создание нового клона клоном. Но этого не произошло. И Маулеры в сезоне больше никак не фигурируют. В комиксе же именно после этого идёт арка с новым телом робота. Мультсериал реализовал её значительно раньше ещё в первом сезоне. Название серии фраза Тадеусу Аллену из 38 номера комикса. Новая сцена как Марк идёт по разрушенному городу. И новый диалог с Андреасой после событий. За его исцеление здесь отвечают Роксанцы. В комиксе брат Марка уже умел произносить отдельные слова на этот момент. Добавлено новое сражение защитников земли против Амнипотуса. Хотя в сериале это с натяжкой можно назвать битвой. В оригинале был абсолютно другой состав героев. Некоторые из них также появлялись на фоне первого сезона. Действие происходило в городе, плюс разворачивалось оно, когда Марк только-только прибыл на другую планету. Здесь Аманда использует броню. Именно в этой битве Чёрный Самсон восстановил свои силы. В комиксе Дебора приезжает домой, параллельно разговаривая по телефону с Эмбер. В сериале её подвёз будущий ухажёр Пол. Разговор Марка с матерью вышел объёмнее в комиксе. Где тот посвятил Дебору во все подробности, не за кадром. Да и в комиксе её долго уговаривать не пришлось. В первоисточнике Марк сначала летит домой, потом к Сесилу, и уже только после этого к своим друзьям ночью. Никаких других однокурсников не было, и сама суть разговора отличается. Если в комиксе Эмбер откровенно выносила мозг Марку, то здесь вполне обычный понимающий разговор, в котором за это время обоим пришлось нелегко. Хотя подобный момент с друзьями Эмбер был в 38 выпуске. И не только. Добавлены новые сцены с тренировкой команды и в доме родителей Евы. В комиксе то, что Шейпсмит Марсианин стал открытием для Сесилой команды. В сериале его прошлое имеет куда больше деталей. Да и сама суть отличается. В оригинале Секвиды прибыли на Марс и были порабощены марсианами. Некоторая часть общества с этим была не согласна, и они стремились освободить пришельцев. К тому же в комиксе все это происходило в другой обстановке. Празднование помолвки Кейта Бессмертного. Но и думаю не лишним будет добавить, что Шейпсмит в комиксе поначалу не такой клоун. Добавлен новый разговор Марка и Дебры, в который вмешивается Сесил, чтобы позвать Марка на новую миссию. Имеется новая сцена с Эмбер, в которой Марк предупреждает, что она воспринимает это спокойно. В отличии от первоисточника. Важно уточнить, что в комиксе в отсутствии Марка Эмбер знакомится с парнем, с которым они проводят время и тут уделяют ей больше внимания. Что уж говорить, если на момент этой арки в первоисточнике у Марка и Евы начались отношения. Броня робота в сравнении с комиксом массивнее. Плюс вырезан диалог между ним и Амандой на корабле. Добавлена новая сцена с Рексом Кейт и Рэй. В сериале герои делают себе заказ на базе, и с ними связывается Сесил. В комиксе диалог отличается, и он лично приходит к ним на базу. Внешность солдата и их разговор отличаются. В серии стену базы взрывают, когда, как в оригинале, Комода Драгон проламывает эту стену. Имеется новый диалог между Марком и Евой. Ева в сериале создает себе специальный скафандр сразу. В комиксе это происходит только на корабле противника. Разговор про огневую мощь отличается от того, что в сериале. Отсылка на Стартрек переиначена. Путь, как они попали на корабль, также другой. Рэй бывает одного из приближенных короля змей. Когда, как в комиксе, Рекс вынес троих. Игуану, ядовитого Сламандра и Комода Драгона. Рэй попыталась увеличиться внутри. Отсутствует диалог между предводителем Сиквидов и Марсианами. В финале эпизода имеется сцена с Аленом. В оригинале Тадеус не отключал его от аппарата. И тот пробудился сам со временем. Позже Ален и Тадеус встретились. Разговор проходил немного в другом месте. Название эпизода, фраза из разговора Марка и Арта в 35 выпуске. В оригинале Рекс сразу атакует. Когда к сериале после выстрела проходит некоторое время. Мы видим разговор короля с правительством. В комиксе на помощь к Рексу приходит спецагент Брид, который в сериале отсутствует. Также судьба короля змей в сериале неизвестна. Когда как в комиксе он остался жив. Еще одним крупным отличием с оригиналом является выживание Рэй. В комиксе живым остался только Рекс. Шейпсминт защищает только робота и уходит на это куда меньше времени. В битве с Сиквидами под контроль попали Рекс и Ева. Про оружие в комиксе спрашивают Рекс, а не Ив. В эпизоде нам показывают, что с марсианами все в порядке, когда как по комиксу этого не скажешь. В сериале Бессмертный после этого пожимает Марку руку и добавлен новый диалог между Аландой и Руди. Имеются новые сцены с Деброй и Сесилом, возвращением стражей с астронавтом на базу, встречи Марка и Эмбер и новый момент с Оливером. Имеется новая сцена с похоронами Кейт. Диалог между Самсоном и Бессмертным происходит на улице. Далее мы видим разговор между Эмбер и Марком. В истории возвращается Рик. В комиксе это происходит позже, потому что и арка с Синклэром происходит в другой хронологии. С новым телом освоиться ему также помогает Дональд. Только в первоисточнике у него уже есть опыт. Вимол был устроен парад. Диалог с Рексом в комиксе детальнее. Мы видим новую сцену с Евой и Марком в больнице. Здесь она приносит Рексу журналы. Диалог между Рексом и Евой происходит позже и когда он получил протест. Имеется новый момент с поиском няни для Оливера. В сериале диалог между няней и Деброй более подробный. И в комиксе они быстрее нашли компромисс. Именно от Дебры мы узнаем, что Оливер это имя ее отца. Также мультсериал вводит персонажа раньше. Добавлена новая сцена в доме Евы. В оригинале диалог между Артем и Марком другой. В сериале обсуждают только отношения с Эмбер. Точнее они оба обсуждают свои отношения параллельно друг к другу. Да и до этого Марк по истории чаще заходил карту за починкой костюма и поговорить. В комиксе Марк читает книги находясь у Арта. В сериале мы получаем более подробную визуализацию описанного. Дизайн обложек отличается от комикса. Также имеются новые оригинальные экземпляры. В эпизоде Ален искажает слово Марка в шутку. Добавлена новая сцена с Эмбер на вечеринке. В эпизоде играет дальше шутка про носок. Ален ломает кровать Марка и Уильям не заходит в комнату. В сериале Ален сканирует все книги разум. Добавлена новая сцена на корабле Вилтрумитов с Ноланом. После возвращения Левингстон общается с своим приятелем. И после того, как он заходит домой, им овладевает Сиквид. В сериале Левингстон убирается в доме. Ему становится плохо и его берет под контроль Сиквид. После титра выдавлена новая сцена, как Энгстром Леви убирает себе костюм. И возвращается в родной мир через вселенные. Название серии – фраза из диалога между Аленом и Марком в 43 номере. Серия начинается с нового сегмента на своего рода Комиконе. Здесь Марк берет автограф у автора его любимого комикса. Между ними происходит диалог с самостёбом сериала. Более того, нечто подобное говорил сам Киркман про выход этого сезона. И тизер тоже по содержанию похож на этот момент. Данная шутка прямиком со стороны из комикса. Однако там был стёб самого комикса. И также такая шутка встречалась чаще. В том числе с продавцом в комикшопе. Что отсутствует в сериале. Битва Рекса и акта босса в комиксе происходила до отлета Марка на Тарксан. На тот момент у него не было протеза. И события гораздо меньше по объему и диалоги отличаются. К слову, именно после этого Рекс узнает об отношении Кейт с Бессмертным. Добавлена новая сцена на базе Стражей. Взаимодействия между роботом и Амандой в комиксе и в сериале разные. Разговор между Сесилом и Бессмертным отличается. После этого Сесил лично говорит роботу о возвращении на его старую должность. Имеется новая сцена с Кошмаром и Рика. Разговор между ним и Дональдом наподобие этого был также и в комиксе. Но проходил он в другом месте и другом ключе. Во время разговора с деканом присутствует Эмбер. Сам диалог отличается. Добавлены новые моменты в доме Грейсонов. И также у нас новое свидание между Марком и Эмбер. Первое появление Анисы в оригинале было другим. Там Марк общался вместе с своей мамой на территорию Невера днём. Куда и прибыла Аниса. После чего она сразу же извинила за угрозу матери Марка. Её внешний вид больше похож на тот, что был ближе к финалу истории. Сам диалог отличается. В ходе этого разговора мы параллельно видим Сесила. А также его новое взаимодействие с Синклером. В комиксе Аниса сразу разобралась с монстром. А Марк занимался спасением людей. Битва между Марком и Анисой, у которой странные в рове, значительно дольше и жёстче. Марк даже теряет сознание. И после этого у нас идёт новый разговор с Сесилом. В комиксе под конец событий прибыли солдаты Сесила. После этого идёт сцена, логично завершающая в рамках сериала отношения Марка и Эмбер. Вырезаны мысли Алина в космосе. И флэшбэк разговора с Марком. А также добавлен новый момент, как он реагирует на свои новые силы. Приём, которым вырубили Алина другой. Название эпизода, финальные слова, адресованные Ангстрому Леви. В оригинале Марк находился вместе с Эмбером и Евой в гостях. Откуда он отправился на помощь к матери. Ангстром дал поговорить ей. Действие происходило в спальне, а не в гостиной. Дизайн Леви отличается от комиксного. Перед этим у нас идёт новая сцена с тренирующимся человеком. Сериал добавляет больше травмирующих моментов Оливера и Дебры. Как и диалогов между ней и Леви. Марк пытается договориться с Эмкстромом. Когда как в комиксе, после удара его матери он сразу атакует. Внешний вид динозавров отличается от комиксного. Там не употребляли кого-то в пищу. И действие происходило не на открытой местности. Кроме этого, один из них замешкался. Отмечая, что Марк возможно разумное существо. Неуязвимый с ними никак не взаимодействует. Эмкстром не говорит про вечеринки. После этого Марк отправляется во вселенную Марвел. И пересекается с Человеком-пауком. Но не в сериале. Из-за проблем с авторскими правами у нас бутляк версии Человека-паука и Доктора Озминога. Агент-паук и Профессор Спрут. Мы видим их сражение до прибытия Марка. В оригинале действие заняло лишь несколько фреймов. Но в специальном Таине неуязвимо полноценно взаимодействовал с Паучком. А также другими героями Марвел. И помог одолеть Октавиуса. В серии между героями происходит новый диалог, который отсылается на хайповую нынче тематику во вселенной Паучка. Далее мы видим абсолютно новый сегмент с обрывочными воспоминаниями вариантов Эмкстрома. В котором фигурируют Марк Каннибала и сын Эмкстрома. В оригинале он появлялся лишь в самом последнем выпуске Тайтла. Жена Эмкстрома в комиксе и вовсе не появлялась. Неуязвимый в спортивном больше оригинальный вариант. Но как будто основанный на нескольких из комикса. В сериале Ангстром Леви ненавидит все версии Неуязвимого. Не только одного конкретного нашего Марка. Мы также получили отсылку на коллаборацию Фортнайта и Неуязвимого. Можно сказать, что Марк побывал в мире данного проекта. Предмет, которым атакует Дебра, другой. Она носит больше урона Леви, как и он ей. В комиксе у Дебры закрытый перелом. Разговор Марка с людьми происходит на открытой местности в комиксе. А также дизайн у них другой. Дикие люди отличаются от оригинала. Небо в Готэме такое же, как в Мид Найт Сити. Или же в мультсериале Batman The Animated Series. Помимо плаща мы также видим руку Бэтмена. Пустошь выполнена больше в стиле Безумного Макса. И Марк произносит фразу, которой не было в оригинале. На тот момент его костюм был целее. Вселенные, по которым перемещаются персонажи, немного отличаются. Одна из них стала Дюноподобной. А в эпизоде добавлено несколько новых фонов. Расправа Марка над Энгстрома сделана с параллелью битвы Неуязвимого против Омнимена из финала первого сезона. И здесь он больше потрясен этим. Добавлена новая сцена, как приходит Сесил с отрядом в дом Грейсонов. У Марка значительно больше мыслей и предположений о произошедшем. Моменты с Омнимена в заключении происходят по сюжету раньше. Когда Марка находит команду из будущего, в сериале действия происходят в темное время суток. У Евы другие сережки. А также одежда Марка отличается. Фраза робота про их возвращение вырезана. Его прическа другая. Имеются новые моменты после возвращения Марка. Его встречи с матерью в больнице отличаются. Мы не видим, как проверяют Оливера. И новый разговор с Сесилом. Далее у нас идут новые сцены между Аманду и Руди. Продолжение той рафляной арки из первого сезона. Полет Марка. А также возвращение в их дом по сопроисшествии. При возвращении дупликейта у него был новый костюм. Их диалог с Бессмертным дольше оригинального. Его дом переработан. Можно увидеть множество предметов из его прошлых жизней. Которые мы видели в первом сезоне. Изначально это также была часть биографии персонажа в конце 25 номера. Второй сезон не показал знакомство Кейта и Бессмертного оттуда. Завершается сезон новой сцены разговора Марка и Евы. В сериале их отношения развиваются гораздо медленнее. Поэтому многие приколы не попали сюда и неизвестно попадут ли. Новый диалог между Ноланом и Алленом. А последняя фраза омнимена в комиксе была до его пыток и подготовки к казни. А также прозвучала во время диалога с неизвестным сокамерником. Под финал добавлю, что из повествования были убраны несколько сражений. Которые происходили между этими арками. Возможно в будущем они еще будут фигурировать. А также в комиксе во всех этих промежутках очень много диалогов с Эмбер, матерью, Уильямом и Евой. Которые не перенесли в сериал или заменили. Некоторые гэги не попали на экран. Марк чаще бывал на занятиях в универе и пробовал там дольше. Быстрый рост Оливера в сериале не такой быстрый. И это явно оставили на третий сезон. Что ж, это было все, что мне удалось найти. Если я что-то упустил или где-то оподливился, то обязательно исправьте это в комментариях. По поводу второго сезона могу сказать, что я остался доволен. Оба сезона вышли примерно на одном уровне. Но лично меня первый цеплял больше. Опять же, как я и говорил, почти три года назад второй больше служит мостиком к дальнейшему эпосу. И заготовкой ружей. И уж с этим он справляется очень хорошо. Темп у сезона как американские горки. В начале лютое, и потом идет проседание. И так чередуется. Однако не могу не отметить, что иногда это ощущается очень странно и неравномерно. Хотя финал во многом исправил ситуацию. Мне понравилось, как была адаптирована хронология. Ее делают более целостно. Как и сам материал. Кроме некоторых решений, цель которых мне не ясна. И имхо некоторые моменты лучше работали в комиксе. Особенно речь идет про начало мультивселенской арки. Момент с пауком крутой, но я считаю, лучше бы они не делали его вообще, раз не получилось договориться по правам на использование. Или и вовсе сделали бы как в оригинальном 33 выпуске. Вместо этого создатели могли бы использовать культовых и известных персонажей издательства, которые по канону находятся в одной вселенной с неуязвимым. Хотя, учитывая, какой пиздец происходил в том же спауне и неуязвимом далее, я считаю, это просто варианты персонажей. Даже больше, идея на миллион. Могли бы сделать микрокроссовер с пацанами. Что, по словам Киркмана, имеет шанс на реализацию. Это было бы ультра хайпово и, думаю, гораздо проще по правам. Да и адаптация на то и адаптация, не все должно быть слово в слово. Отношения Марка и Эмбер здесь более живые и нормальные, в отличие от комикса. Хотя, признаюсь честно, это душило и хотелось, чтобы поскорее все завершилось и перешло к следующему этапу. С некоторых претензий, конечно, дико смешно, а-ля Omni-Man теперь не базированный, просто потому что он стал на пути справления. Видно, что мультсериалу повысили бюджет, однако не сильно. И лучше бы они больше вложились в этот проект и не создавали мусорный спин-офф подойной франшизе. Самой главной проблемой сезона стал его график выхода. Выпускать его половинами было ошибкой. Вроде как это связано с тем, что создатели не успевали в сроки, и им нужно было больше времени на доработку. Но есть и другая информация. Студия таким образом хотела продлить хайп по мульту, в том числе увеличить число продления подписок. А в итоге-то хайп умер. И что-то мне это очень сильно напоминает. Это не проблема для тех, кто смотрит залпом. Да и на итоговое качество продукта это никак не влияет. Но лучше бы они сначала его полностью доделали, и уже тогда начали выпускать в 2024-м. Тем не менее, создатели поработали над ошибками, а постановка некоторых сцен очень впечатляет. Больше всего мне запало в душу становление Энгстрома Леви. И во многом это заслуга саундтрека. Очень надеюсь, что они выпустят подборку треков как можно быстрее. Особенно я отмечу сражение Рекса с Королем Ящеров, что произвало на меня максимальное впечатление, благодаря звукам, игре актеров и визуала. Сделано это было настолько мерзко, что у меня складалось впечатление, будто я смотрю те самые жестокие видео с расчлененкой из 2000-х. И прочей добротой. Отчего мне действительно было не по себе и до мурашек. Звучало это все крайне реалистично. Истинный гору боди-хоррор. Ролик про что будет третий сезон я скорее всего делать не буду. Там примерно все очевидно. Говорю сразу, дальнейшее обсуждение не содержит спойлеров. Скажу лишь так, если вам второй казался скукаторий, то третий будет лучшим во всем и мозгоуничтожающим. И за те самые арки будут там. А недавние сливы, которые я здесь на всякий случай не буду показывать, лишь только это подтверждают. Готовьтесь, ведь грядет пик комикса. По этому сезону могло сложиться ощущение, что мы не увидим персонажей с более крупным бэкграундом и собственными сериями из Неуязвимого. И я задумывался, как они их реализуют. Не делают же про каждого отдельный спин-офф. Думал их просто вырежут, но нет, просто видим решили вести позже. Быть может они получат по спешлу а-ля Атомная Ева. Кирпан как раз изъявлял желание делать больше подобного. Это радует, особенно если в итоге действительно не фейк. Учитывая, насколько жестоко были адаптированы сражения в этом сезоне, страшно представить уровень ультра-насилия далее, если и в комиксе это было ужасающе. Но это все вопросы будущего. Создатель Неуязвимого рассчитывает где-то на 8 сезонов. И думаю, примерно столько он и будет идти. Возможно, даже меньше, учитывая, как в темпе все идет. 8 прям максимум. Роберт Кирпан закончил комикс раньше, чем планировал, так как художник Райан Отли хотел уйти в стезю комиксов Человеке-пауке, поэтому пришлось сократить некоторые сюжетные линии. Автор остался доволен итогом, и все истории были грамотно завершены. Но учитывая, что адаптация во многом улучшает и грамотно перерабатывает материал, своего рода работа над ошибками, то в теории Кирпан с командой могут здесь реализовать те идеи. Возможно, отчасти это уже и происходит. Я надеюсь, далее создатели будут выпускать сериал нормально, а не как в этом случае, когда они будут полностью для этого готовы. И также надеюсь, что из-за того, что они делали второй и третий сезон параллельно, качество третьего не будет с АСАО. Уж там-то нужны все соки и бюджет. По дате выхода. С учетом всех факторов могу предположить, что это вряд ли будет конец 2024. Кирпан обещал, что последующий сезон не будет выходить с таким длинным промежутком по времени. Больше ставлю на 2025, где-то в середине или ближе к концу. В целом, рекомендую прочитать комикс «Кому не в серпеж». Впечатление от мультсериала, ну, лично мне никак не испортило. Даже наоборот. Я очень рад, что один из моих любимых комиксов получает достойную экранизацию. Верю, что и дальше создатели не упадут в грязь с лицом. И продолжат держать планку, значительно повышая ее. И также радует, что франшиза в других сферах тоже развивается. Благодарю вас за просмотр. Буду невероятно рад за разнообразную поддержку ролика. И еще услышимся. Аревидерчи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова